Здравствуйте, дорогие наши друзья. Сегодня мы хотели бы показать вам удивительно интересную программу, представить вам удивительно интересную программу. Программа заинтересует вас именно потому, что это действительно очень хорошая практическая программа. Она ориентирована на развитие очень хороших навыков, которые помогут вам независимо от того, в какой профессии вы будете реализовываться. Я объясню почему. Смотрите, как красиво называется программа. Управление персоналом международных организаций, компаниях и дипломатических представительств. Действительно очень большая, очень насыщенная программа. Посмотрите, очень широкие возможности, потому что когда вы выйдете в свою активную жизнь, вы получите действительно очень хорошие документы, в которых очень много возможностей, которые позволят вам действительно раскрыть все свои возможности для реализации вашего потенциала. Наш университет предлагает действительно хорошую программу. Кроме того, конечно, в университете представлены великолепные составы профессии, которые сможет на высоком профессиональном уровне предоставить вам изучение многих уникальных совершенно дисциплин. Кроме того, в университете очень хорошая технологическая база. Вам действительно будет интересно, потому что работать в университете и учиться в университете, в котором комфортно, уютно. И когда вы можете любую совершенно вариант обучения себе получить, это действительно очень здорово. Кроме того, конечно же, я думаю, что вас заинтересует комфортная среда. Комфортная среда с разных позиций. Это и обучение, это и развитие, это и возможности для личностного роста. И действительно очень хороший состав, в котором вам будет комфортно учиться. Ну и, конечно, это уникальная основа для карьерного роста. Потому что диплом нашего университета позволит вам очень хорошо развиваться в своей жизни. Хотелось бы особо отметить, хотелось бы особенно отметить то, что в нашем университете готовится государственная служба. Причем, что важно и что действительно очень интересно, вы можете работать как в государственной службе, так и вне государственной службы. Потому что управление компанией есть везде. И самое главное, вы можете работать не только на внутреннем государственном уровне, но и на межгосударственном уровне. А это действительно очень и очень интересно. Хотелось бы особенно отметить работу преподавательского состава, которая возглавляется профессором кафедры государственного управления и кадровой политики, доктором экономической наук, доцентом Олова и Татьяна Александровна. Даю ей слово. Спасибо большое, Марьяна Борисовна. Я бы хотела представить еще и состав кафедры, которая руководит подготовкой специалистов по данной программе. Если вы позволите, следующий слайд нам представить. Значит, возглавляет нашу кафедру Сульдина Галина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор с большим опытом подготовки именно в управленческой сфере. Она специализируется в этой области. Кроме этого, у нас есть порядка 80% докторов наук и кандидатов наук. Цвет кафедры, который непосредственно работает с данной программой, представлен на данном слайде. Это и Владимирова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, доцент. И Денисов Игорь Владимирович, профессор, доктор экономических наук. И Задорожная Ирина Игоревна, кандидат социологических наук. И Попова Алла Викторовна, кандидат психологических наук, доцент. Поминова Александра Ивановна, тоже кандидат технических наук, доцент. Соколов Лев Александрович, доктор экономических наук. Чернышева Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент. И вот помогает мне в кураторстве с программой Любина Ольга Николаевна, заместитель заведующего кафедра, которая занимается как бы организационно, курирует организационные вопросы, связанные с подготовкой по данному направлению наших студентов. Спасибо. Когда мы говорим об особенностях уникальной нашей программы, почему она интересна? Почему, соответственно, хотелось бы ее вам предложить? Потому что, действительно, программа непосредственно завязана на деятельность правительства Москвы. Университет правительства Москвы предлагает большие кадровые проекты, участие в кадровых проектах правительства Москвы. Кроме того, предоставляется прекрасная совершенно практика органов государственной власти, международных организаций и компаний. У программы очень четкий, направленный, преподной характер. Ну и, естественно, поскольку в основном работают как теоретические, соответственно, специалисты, так и практики, то, конечно, мы даем очень хорошие знания, которые позволяют нашим специалистам быть востребованными на рынке труда. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что в рамках программы даются иностранные языки, что действительно повышает уровень и оказывает высокий уровень конкурентоспособности наших специалистов. Ну и, конечно же, высокие возможности для реализации интересных тренингов, практиков – это действительно тоже интересный проект. Хотелось бы особенно уделить внимание базам практик. Это действительно наша гордость. База практик для наших студентов очень широкая. Посмотрите, это и департаменты города Москвы, это и комитеты города Москвы по совершенно разным направлениям. Это, естественно, и управление, это и закрытое, открытое акционерное общество. Действительно, очень большие возможности. Ну и, конечно же, это аппарат Совета Федерации, Федерального Собрания и различные министерства. Мы с гордостью можем сказать о том, что наши студенты проходят очень хорошие практики. Что такое практика для жизни человека? Давайте подумаем об этом. И действительно, практика – это ваше наполнение, ваше качественное резюме и повышение вашей конкурентоспособности на рынке труда. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы у каждого нашего выпускника были действительно хорошие возможности и высокий уровень конкурентоспособности. Я хотела бы добавить, что здесь представлен далеко не полный перечень наших баз практики. Он гораздо шире. В качестве примера мы вынесли только вот некоторые из них. И, пройдя такую практику, у вас есть серьезный шанс получить работу после окончания университета. Ну и, конечно, хотим вам представить действительно подтвержденные, очень хорошие возможности по финансовому обеспечению профессии, которую вы получаете в рамках нашего университета. Ведь заработная плата, которая сегодня предлагается данным специалистам, достаточно высокая. Директор по персоналу от 150 до 700 тысяч, специалист по обучению от 90 до 150 тысяч, менеджер по персоналу от 110 тысяч. Действительно, очень хороший уровень заработной платы представляется специалистам, которые получают данную профессию. Конечно, отдельно бы хотелось сказать о том, что все знания, которые вы будете получать, вы сможете получать и отрабатывать на двух иностранных языков. Это действительно хороший уровень. Наши ребята имеют возможность не только получать достаточно большой объем практических дисциплин, но и действительно демонстрировать эти дисциплины на нескольких языках. Хотелось бы особенно обратить ваше внимание на формат возможностей. Дело в том, что преимущество программы – это действительно хороший уровень трудоустройства выпускников. Где, в какие они университетные места? Это государственная, гражданская, муниципальная служба, это коммерческие организации, это, естественно, бюджетная сфера. В университете действует очень большая структура, которая позволяет нам рекомендовать наших выпускников для трудоустройства. В структуру учебной дисциплины входит практика ориентированной дисциплины. Смотрите, конечно же, в первую очередь это профессиональные дисциплины. Это профильные дисциплины, которые позволят вам действительно хорошо реализоваться в жизни. Какие профильные дисциплины в первую очередь? Посмотрите, то, что поможет вам в жизни. Например, дисциплина дипломатические этикеты протокол. Она позволяет нашим студентам не только осознать, как работать в дипломатической сфере, но и распространить эти знания на обычную гражданскую сферу в любой международной организации, что тоже действительно будет очень важно. Дисциплина, естественно, включает в себя математическую и научную направленность. С гордостью хочу представить вам следующую дисциплину. Теорию управления. Уважаемые наши абитуриенты, это базовые моменты для работы в управленческом механизме. Базовые. Неважно, в какой организации вы будете работать, вы научитесь основам управления, которые сможете впоследствии реализовать. Естественно, вы поймете, такой очень важный момент, управление персоналом. Поразительно совершенно. Дисциплина, которая будет с разных сторон рассматриваться в разных курсах. Где бы вы ни работали, вам всегда это поможет. Планирование и отбор персонала, что тоже очень важно, потому что мы с вами знаем, что кадры решают все, и это действительно очень такой важный базовый момент. Управление проектами. Сегодня в условиях рыночной экономики, в условиях глобального развития нашего мира, создавать проекты, нести за них ответственность, подготавливать качественный состав сотрудников для реализации проекта. Это очень важный момент, который поможет вам в абсолютно любой сфере. Но более того, поможет вам не только в абсолютной сфере внутри нашей страны, но и поможет вам реализовывать две большие международные проекты, что тоже очень важно. Ну и, конечно, дисциплина, которая поможет вам легко реализоваться во многих сторонах, с позиции разных сторон жизни человека. Это связи с общественностью. Где бы вы ни работали, как тактично общаться с людьми, что такое эмоциональный интеллект, как обеспечить максимально широкие связи. Это очень важная дисциплина, которая поможет вам обязательно в жизни. Ну и, конечно, когда мы с вами говорим о профильных дисциплинах, с гордостью хотим вам предоставить следующие дисциплины. Ведение дипломатических переговоров. Уважаемые студенты, эта дисциплина, она многомерна, она разнонаправлена, потому что переговоры мы проводим каждый день в своей жизни. Мы проводим их дома, мы проводим их в рамках своей компании, мы проводим их в рамках более крупных проектов. Переговорная деятельность – это наша с вами повседневная. Как сделать так, чтобы вы были убедительны? Как сделать так, чтобы вы могли хорошо представлять свои интересы? Это действительно очень-очень важно. Ну и, конечно, такой очень важный момент, что такое международная интеграция, что такое международная организация, как они работают, как внутри них можно наиболее эффективно реализоваться, как сделать так, чтобы вы могли хорошо и эффективно подтвердить свою профессиональную деятельность. Всему вас этому обязательно научим. Это действительно очень интересно. Ну и, конечно, анализируя нашу работу с вами, и мы хотим с вами сказать, что формы работы с нашими студентами, они очень разнообразны. Это и лекционные занятия классические, что тоже очень важно, потому что живая работа преподавателя – это тот уникальный момент, который необходимо сохранить. Это и командная работа, это и очень хорошие тренинги, которые представляются практиками, это и кейсовые занятия. Очень много хороших мастер-классов, которые будут для вас, соответственно, предоставлены, реализуются с помощью хорошей команды профессионалов в практике. И вам будет действительно очень интересно. Ну и, конечно, что очень важно, мы поможем вам научиться реализовывать свои проекты, как в рамках нашей страны, так, соответственно, и на международном уровне. Я думаю, что вам действительно будет с нами интересно, потому что мы постараемся сделать все, чтобы вам было познавательно, практично и интересно работать с нами. Условия обучения, Татьяна Александровна. Спасибо большое, Марьяна Борисовна. Я буквально несколько слов дополню к выступлению Марьяны Борисовны о структуре программы. Вот Марьяна Борисовна очень хорошо представила, что и в рабочих планах представлены и управленческие аспекты, международный аспект. И вот именно в этом тоже изюминка нашей программы, потому что она соединяет в себя два направления. Это управление персоналом, которое очень востребовано на рынке. Назовите мне хоть одно предприятие, где не существует отдел кадров хотя бы в одном лице, если это маленькое предприятие. Мы уже не говорим о крупных предприятиях. Отделы кадров существуют на предприятиях независимо от их размера, от их отраслевой принадлежности, от их коммерческого и некоммерческого характера. То есть абсолютно везде трудоустройство по такой программе высоко вероятно, почти стопроцентно, можно так сказать. Но уникальность программы действительно заключается в том, что она содержит в себе и второе направление, это международные отношения. То есть вы одновременно, учаясь на этой программе, получаете возможность работать в двух сферах, быть специалистами на стыке двух сфер, что тоже сейчас очень важно в силу того, что активно идет глобализация, интеграция мирового пространства, да, и движение вот этих вот международных внешнеэкономических связей становится все активнее, насыщеннее и так далее. Поэтому вот такая программа, она глубоко отвечает потребностям сегодняшнего, современного мира и ориентирована на будущее, на перспективу. Вот такие специалисты, они со временем, с внедрением, как вот говорят, информационного общества, когда многие профессии, ну, очевидно, не будут востребованы, вот эти направления будут востребованы всегда. И возникает вопрос, как поступить на эту прекрасную программу. Реализуется она у нас в очно-заочной форме, есть еще такое название, вечерняя, да, она также звучит. Занятия будут проходить 3-4 раза в неделю в вечернее время. Вот использование, вот период пандемии, когда мы активно перешли на дистанционные технологии, не остался для нас бесследно ушедшим. Мы наработали большой опыт и внедрили в технологию реализации этой программы дистанционной технологии, поэтому часть каких-то занятий, часть каких-то мероприятий может и будет проведена в дистанционном режиме, но она предполагает также и очные встречи. Мы предполагаем, что, как правило, постараемся реализовывать вот эти очные встречи по субботам, чтобы у вас была возможность и работать, и учиться, совмещать комфортно вот эти вот два сложных сфер деятельности в своей жизни. Пожалуйста, дальше. Для поступления на эту программу предусмотрены три конкурсных предмета. Обратите внимание, это математика профильная, русский язык и один предмет по выбору, любой. Вот мне задают иногда вопрос, все нужно или как? Любой из представленных вот на слайде. Либо общество знаний, либо история, либо иностранный язык, либо информатика. Если вы поступаете на базе среднего профессионального образования или на базе высшего образования, то вы имеете право в соответствии с нашим законодательством либо зачесть результаты ЕГЭ, которые у вас есть по этим предметам, либо пройти внутренние вступительные испытания. Причем, смотрите, сочетание может быть разным. Если у вас есть результаты какого-то ЕГЭ, например, по математике, то по русскому языку и, допустим, по обществу знаний вы можете пройти вступительные испытания внутренние. Или если у вас нет ни одного ЕГЭ, то можно пройти все три вступительных испытания. Период приема документов у нас с 18 июня по 25 июля. А внутренние вступительные испытания будут проходить с 18 июня по 14 июля. Это по внутренним вступительным испытаниям для лиц, которые обладают какими-то преимущественными правами. Они перечислены у вас на слайде. А для тех, кто такими правами не обладает, вступительные испытания пройдут с 15 июля по 25 июля. Собственно говоря, стоимость обучения на нашей программе 126 тысяч рублей в год. Можно оплачивать частями по 50 тысяч. Для того, чтобы подать документы, нужно подъехать на срединку 28. И если у вас возникнут какие-то вопросы, их можно задавать либо по телефону приемной комиссии, либо у нас на сайте есть консультации, онлайн-консультации регулярные. Туда тоже можно подключиться по ссылочке и получить всю необходимую для вас информацию. Мы вас ждем на нашей программе. И уверена, что если вы сделаете выбор в качестве выбора и выберете нашу программу, то ваш профессиональный карьерный рост будет, безусловно, очень эффективным и очень, ну как бы, хорошим, скажем так. Спасибо. Уважаемые наши друзья, мы приглашаем вас на нашу программу. Она действительно очень интересная и дает очень большие возможности. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. До свидания. До новых встреч. До свидания.